Вопросы укрепления экономических связей между Азербайджаном и Ираном обсуждались на 14-м заседании Азербайджан-Иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству. Подробнее о перспективах такого взаимодействия поговорим с кандидатом экономических наук Эмином Гарри Бли. Здравствуйте, Эмин Мелли. Здравствуйте. Итак, на каком уровне сейчас находятся экономические отношения между Азербайджаном и Ираном? Какие сферы наиболее перспективны для его укрепления? Здравствуйте. Как мы знаем, Иран является одним из главных партнеров Азербайджана, является ближайшим нашим соседям. И, как мы знаем, в этом году, после прихода к власти президента США Байдена, он в своем предвыборном платформе анонсировал, что он будет либерализовать отношения с Ираном. Это позволит выйти Иран на мировой рынок. И, в принципе, для нас тоже открываются новые возможности. Мы знаем, что через нашу территорию может возобновиться, скажем, перевозки товаров между Ираном и другими странами. Дальше могут улучшаться экономические отношения между Азербайджаном и Ираном. Мы знаем, что там были очень много санкций. Это ограничивало экономические связи между нашими странами. На сегодняшний день я считаю, что очень много перспективнее является именно транспортной связи. Мы будем улучшать этот самый... Как вы до этого отметили, есть проект создания коридора между севером и югом, который, в принципе, это можно даже заменить так, юг и запад. Через нашу территорию, с персидского залива будут отправляться товары, через нашу территорию он будет переправляться по Грузии, через территорию Грузии и в Европу. А теперь можно и через Мегри, в Нахчеван, в Турцию, а потом и в Европу. В принципе, самым перспективным, на мой взгляд, является именно транспортный коридор. Мы знаем, что мы уже последние несколько лет строим железную дорогу. Сейчас уже сегодня планируется создание нового моста через границу. И считаю, что это все приведет к интеграции наших экономик в мировую экономику, создать двусторонние отношения. Поэтому очень большие перспективы у нас обмен сельскохозяйственными товарами, промышленной продукцией, кооперированием. Мы знаем, что очень много случаев, когда мы совместно создавали автомобили, строения и другие, то есть сейчас создаются совместные предприятия. Немного очень большие ресурсы, как в Иране, так и в Азербайджане. Я считаю, что иранские инвесторы будут заинтересованы вкладывать инвестиции в Карабахский регион. Мы знаем, что большие перспективы. Так как до этого были санкции, ибо это ограничивалось, эта деятельность. На сегодняшний день считаю, что вот эти санкции будут уменьшаться. Во-вторых, инвестиции в нашу экономику, это тоже выгодно, потому что, в принципе, мы знаем, что Азербайджан – это единственная, одна из стран в регионе, которая показывает такую сбалансированную экономику, которая либеральна. И считаю, что все-таки внести инвестиции именно в Азербайджан является самой перспективной в этом регионе. И в этом плане я считаю, что очень большие возможности. В первую очередь, это транспортные коридоры, дальше промышленность, сельскохозяйство и так далее. И наши вообще, мы говорили о том, что будут создаваться новые платформы на трех-четырехсторонных отношениях. Я считаю, что интеграция совместно с Турцией, Ираном, соседних стран создаться на лучшие условия, предоставление некоторых либеральных условий для внешнеторговых связей создаст, улучшать кооперирование между нашими странами и, опять же, создавать новые, так скажем, цепи добавленной стоимости в нашем регионе. И, с другой стороны, мы еще находимся на территории, которая может провести... Мы уже планируем создание железнодорожного потока между Востоком и Западом. В принципе, Иран тоже активно участвует. Я считаю, что сегодня очень большие возможности через территорию Ирана проводить товары через Иран, Азербайджан и в Европу. Я считаю, что все-таки сети, значит, очень много перспектив, которые можно развивать, которые даст положительные дивиденды как для экономики Азербайджана, так и для экономики Ирана и для экономики региональных стран. В данном случае мы видим, что, скажем, на сегодняшний день для Армении, в частности, нет железнодорог между Ираном. А мы знаем, что этот проект, и господин президент подчеркнул, что этот проект стоит очень много, несколько миллиардов, и туда никто не вкладывает. А сегодня для Армении открывается новая перспектива через территорию Азербайджана, через Джульфу. Они могут переправлять товары в Иран, из Ирана в Армению и дальше оттуда в другие страны. В принципе, опять же, вот это совместное сотрудничество даст пользу не только, скажем, Азербайджану и Ирану, но и всем другим странам, возьмем даже и саму Туркмению, Россию, Грузию и всем странам. В принципе, это сулит только о хорошем и говорит о том, что, в принципе, у нас очень много возможностей для развития двухсторонних отношений. И мы надеемся на год, когда наконец-таки третья-четвертость волны коронавируса не будет, и все-таки экономики будут восстанавливаться. И опять же, вектор развития мы увидим в Азии. В Азии экономики стали быстрее восстанавливаться, нежели в Европе и в Азии. Я считаю, что это все положительно скажется и в нашем регионе, и мы будем в этом году и в последующие годы более благополучно интегрировать мировую экономику. Спасибо вам большое за такой содержательный ответ. Я напомню о перспективах укупения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Мы говорили с кандидатом экономических наук Эмином Гарибли.